как раз первый вопрос там порядке поступления вопрос границах анализа говорить как по поводу уровня планирования да есть у нас понятие системы технологической есть ну агрегаты единицы оборудования узлы этого оборудования ну и очень часто спрашивают а вот до какого же уровня описывать кто должно входить он должно не входить ну сейчас конкретных вопросов не будет сейчас будет подсказка где искать ответы порой это часть вопроса это очевидно показатели ну не будем говорить к тг сейчас поскольку к тг сама там какого-нибудь это такой вопрос какие-то показатели которые позволяют оценить надежность тема технологической производительность какие-то другие да чтобы действительно наше удалось этим виден да специалист группа надежности то есть надежник должен обосновать свою стратегию ремонт этого станопрократного исходя из каких-то показателей где был не менее там 90 процентов но вот и коллега спрашивает разные видения этого вопроса тайники гидравлики технологи айтишники наверное на эту тему спорят наш наш взгляд опять-таки мой авторский ответ дальше можем там дискутировать в конце мы тоже используем ну для своего такого понимания понятие уровня объектов у нас есть объекты но виртуальные мы называем организационные да очень часто их путают там цех производства этого атомного производства это 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 что это организационные подразделения либо это сам станок но в нашем понимании есть организационные такие уровни это просто то кому принадлежит эта система технологическая второй уровень классификации декомпозиции это такой зелененький это реально оборудование жилевские части этих оборудования и там всегда есть проблема есть системы системы это некая цепотика понимаете процессов машины систем контроля там трубопроводы то есть коммуникации который выполняет определенные функции да то есть они ставят сталь ввозит руду какой-то конечный продукт и полупродукт он выпускает системы есть понятие единицы оборудования агрегаты она очень скользкая то есть самосвал это единица оборудования например а на нем стоит двигатель на котором стоит генератор этот двигатель это агрегат или нет то есть тут такие вопросы контекстные тому производства на котором это установлен есть более-менее осознанное понятие узлы и детали узлы есть там гостовские определения сборочные единицы да то есть какие-то связь и оборудование которые не могут выполнять функцию могут в составе какого-то более крупного объекта ну и нижний уровень опять-таки надежники вот инженеры по надежности иногда докапываются до материалов то есть из чего состоят наши детали они состоят из конструкционных стали из каких-то нержавеющих да то есть у них есть смазка да то есть смазочные материалы это уже вещества но ниже там ради сутки элементы атома то есть это все замыкает наше мироочувствение объектов АИС вот значит первый вопрос который надо задать себе ну по крайней мере на нашей практике это надежность да мы же не хотим описывать стан ради стана просто чтобы он там был по-прежнему но первый вопрос это надежность то есть есть ли понятие надежность для бизнеса да additionally есть понятие надежности системе кгда у нас есть вот этот стан который состоит из отдельных единиц оборудования связанных между собой с volcanic единиц оборудования линиями там работы надежность система она обеспечивается во первых параллельными последовательными элементами Metallica trust и можно паспетования арт-патры можно параллельно, и тем самым система будет иметь разную надежность. Есть понятие надежности, вот как раз больше вопросов, ну, к агрегату, к оборудованию, да, то есть когда отдельная часть этого объекта отказывает, отказывает эта единица оборудования. Поэтому система может не отказывать. Ну и, опять-таки, это пока вопросы, и мы на реальных сетях, мы как раз с надежниками, с планировщиками, с занниками обсуждаем, каких объектов есть эти понятия, и как они управляются, из этого формируется правильный ответ. Вообще говоря, стан — это что? Стан — это, может быть, организационное подразделение прокатное, да? А краны — это что, значит, используют систему стану, либо они просто ГУПМ этого цеха? Свет на вопрос, он лежит в плоскости, а что дальше, да? То есть если у вас кран технологический, он заготовку перегружает, он, естественно, элемент системы выпуска готовой продукции. Его надо включать в стану, хотя он к стану никак не привязан физически, да, он там где-то сверху сидит. Вторая как бы подсказка — есть международные стандарты. Их очень мало, они очень оторванные, они очень отраслевые. Вот первый стандарт, который мы этому коллеге рекомендуем открыть, это стандарт по обмину данными, по надежности. Иерархии системы, границы системы, включать или включать, он более-менее качественно, если там не брать какие-то конкретные примеры, описан в этом стандарте. Как раз вот эти вопросы, что являются системой, что являются границы системы, включать или там приводы насоса, агрегат насосный. Это логически очень, ну, не то, что очень качественно, это один из немногих документов, в котором это написано понятным языком. Там есть прям прямой ответ на ваш вопрос, что считать агрегатом, что считать системой, единицы оборудования. В общем, в западном мире нету понятия агрегат, мы его не встречали. Эти вопросы связи, единицы оборудования, более сложные, так сказать, структуры, это все единицы оборудования, зорочные единицы, на этой единице оборудования узлы, ну и детали. То есть слово агрегат, он как-то в русском языке есть, но, честно говоря, адекватного определения я не могу. Для меня двигатель, это единица оборудования, генератор, который на нем стоит, единица оборудования, они просто связаны между собой, ну, в иерархии. Опять-таки, если у нас есть приспособный насос со двигателем, есть еще одна сущность, а может быть чем дальше мы говорим, это технологическая позиция. То есть есть место, технология, которая выполняет определенный процесс перекачивания. И вот к этой позиции сам насос и его двигатель привязаны как дети, да. С агрегатами мы часто не только боремся, они любят там свой уровень агрегаты, седьмое – это оборудование, восьмое – это узлы. Неуниверсальный подход, иногда он дает сбой, когда агрегаты там более сложные, более простые. Опять-таки, в этом стандарте есть непосредственно определение, что такое, в данном понимании, оборудование, класс оборудования есть единицы, сбор, если на узлы, но и детали. То есть ответ находится в этом стандарте. Одного, что я хотел сказать, что у нас, то, что мы вначале говорили, системы могут быть разные. Для того, чтобы посчитать надежность системы, нам нужно уметь рисовать вот эти вот, так называемые, схемы надежности. То есть в иерархии и цеха, то есть в линейной такой дереве оборудования, вы никак не увидите связи, что у вас этот вентилятор один, этот там тубирующий. То есть надо задумываться о схемах. То есть когда вы берете потоки там по энергии либо по продукции, начинаете рисовать такую схемку. Тогда вы только понимаете, что вот есть два домососа, но на выходе одна труба, или там на входе один котел. Это может помочь ответить на вопрос, как правильно строить иерархию. Есть две по сути иерархии, которые связаны в одной системе. Опять-таки мы сейчас не даем какие-то конкретные вопросы, мы даем подсказки, куда копать. Соответственно, имея такой механизм, вы для каждой единицы в такой системе технологической будете иметь возможность указать степень влияния отказа на систему, то есть на эту цепочку оборудования в этой системе. Ну, что там вторая часть вопроса, есть ли какой-то универсальный коэффициент КТГ для линии из нескольких единиц оборудования. Опять-таки, ну, мой ответ. Ну, КТГ-стана сложно посчитать, ну, как бы непонятно зачем. Есть в японской системе бережливого производства понятие ОЕЕ, общая эффективность оборудования. То есть это коэффициент, который показывает 300 составляющих доступных, производительность и качество продукции. То есть можно почитать кучу информации, как он считается. И вот, опять-таки, в тот момент ссылка на журнал, если вы не хотите в интернете копаться, то есть журнал, в котором этот ОЕЕ, собственно, описано, как он считается. Берется производительность линии максимальная, берется фактическая производительность, берется коэффициент готовности, берется потеря от бака, все это перемножается. И это позволяет технологов, механиков завязать на один общий показатель и инструкцию управлять. Привет, я мультяшный робот «Простоев нет». Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР» «Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM». Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев. Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с ТАИР. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет Инженерам ППР и специалистам по надежности Техническим директорам Директорам производственных систем и их заместителям Руководителям служб эксплуатации и ремонта Участникам проектных команд, развивающих систему управления ТАИР Менеджерам по автоматизации и управлению ТАИР Специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления ТАИР Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения Обучение идет пошагово Вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов Рассматриваете примеры из практики Пробуете применять полученные знания Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками Курс проходит онлайн на нашей платформе SDO Простоев, нет Вы можете учиться с любого устройства С телефона, планшета или компьютера Все, что вам нужно, это доступ в интернет В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР, от простоев нет, которые реализованы в России и СНГ По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика, тестирование и вебинар обратной связи А по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат Обучение уже прошли более 1500 специалистов ТАИР из 300 производственных компаний Переходите по ссылке под этим видео И записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса До встречи на курсе